МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Я тоже повторюсь, что очень рада вас видеть. Большое внимание мы уделяем прессе, как бы общению с ней. Сам 25 лет отработал на телевидении и понимаем, насколько это важно и нужно. Если позволите, вначале я расскажу, возможно, вы это слышали от наших гидов, несколько слов, собственно, о проекте. Начался он довольно давно, это был конец 2014 года, когда был объявлен архитектурный комплекс на создание этого здания. В конце 2015 года были подлинные итоги, начались собственные работы по созданию этого здания. Довольно долго времени заняло проектирование, и вот последние пять лет мы строим. Я хотел бы, знаете, как сказать, что архитекторы придумали мечту, строители поплатили ее в бетоне, а мы вдохнули в нее душу. Мы очень старались все эти годы. Я бы хотел сначала сказать несколько слов, если позволите, о собственном здании. Это здание является по Грано-строительному кодексу уникальным по трем параметрам. Первое, это вот эта консоль, которую вы видели в холле, да, если она 26 метров, это уникальное здание, у нас она 58. Второе, это остекление. Таких стекол в России больше нигде нет, это 12 метров высотой. В мире я знаю еще 2-3 места, где такие стекла есть. И, наконец, третий параметр, это глубина завлекания. Дело в том, что на ВДНХ нельзя строить высокие здания, потому что здесь есть ограничения по высоте. И нам пришлось копаться внутрь. А копаться внутрь было трудно, потому что если делать это, ну, стандартным способом, выкопать большой котлован и начать заливать тот бетон, соседние здания упадут, потому что очень тесная застройка. Поэтому у нас строили способом сверху вниз, так строят метростроители. Они нам крепко помогли, на самом деле. Ну, и глубина завлекания у нас 16 метров, 2 метра — это толщина бетонной плиты, а стена в грунте, которая называется способ, который мы устроили, уходит в глубину на 28 метров. При этом мы говорим о том, что у нас 3 подземных этажа, но справедливо в стране надо сказать, что это не подземные этажи, а подводные. Потому что мы попали в русло реки Каменки, и еще в начале 20 века тут ходили корабли. То есть в какой-то момент мы, когда сделали этот корпус, он всплыл на 7 сантиметров. У нас датчики показали. То есть мы запихивали это хозяйство все в речку, а оно всплывало. Это было удивительно. Вот. А теперь, что касается экспозиции. Мы, смотрите, в мире больше 10 тысяч научных музеев. Причем те, которые занимаются атомной тематикой, их не больше десятка. Потому что говорить о мире атома просто и доступно, это все равно, что просто и доступно говорить о мире магии. И поэтому слово «Хобберс» у нас летало вот все время, когда мы работали над этой экспозицией. А когда мы работали, мы находились между двух красных линий. С одной стороны, надо было сделать так, чтобы было просто и понятно то, что мы о чем хотим рассказать людям, у которых нет специального физического, математического образования. А с другой стороны, чтобы люди, которые это образование имеют, не посчитали наше выступление антинаучным. Я надеюсь, что у нас получилось, но решайте вы, а не я. Надеюсь, что получилось. То есть этот павильон рассчитан на самые разные аудитории. Это и ветераны, и средний возраст, и, конечно, наша главная целевая аудитория – это молодежь. Экспозиция построена концептуально, не побоюсь этого слова. То есть и снизу, и с прошлого, через настоящее будущее. Если вы были на минус третьем этаже, он посвящен исповедению создания советского атомного проекта, начиная с 1945-го, даже начиная с начала 20-го века, когда были как-то открытия Рейсерфорта, супругов Кюрии, когда Эйнштейн придумал свою знаменитую формулу и ровняем 70 квадратов дальше, мы переходим через время на Царской России, это Институт 12-го, 13-й год, потом переходим в Советское время, потом прерваемся на войну, потом... Удивительно, знаете, что является, какой факт, что постановления о возможности... работы по Урану были прекращены с начала Великой Отечественной войны. Но уже в 42-м году, когда шла Сталинградская битва, то есть еще непонятно было, чем дело закончится, было принято решение о возобновлении работ по Урану. Это улетенная история. Ну, конечно, толчок к этому всему дало август 45-го года, потому что в мае 45-го года мы думали, что большая война закончена, и флаги фашистской Германии бросали в Мавзолею, но что в идее того августа 45-го года были сброшены две бомбы на Херасиму и Нагасаки, и выяснилось, что мы стоим перед новой угрозой, глобальной. И тогда было принято уже 20 августа постановление о создании специального комитета, которое было неограниченными полномочиями, то есть там никто и не считал ничего. Надо было делать бомбу. И уже в 49-м году эту бомбу испытали на полигоне в Семи-Палатинске. После этого мы попытались сделать минус второй этаж, это вот напротив нас, это время первых. С нашей точки зрения, вот это открытие атомной мощи открыло сознание людей. В то время начали писать Стругацкие, в то время начали... Самый популярный журнал, он был «Техника молодежи», люди мечтали. Не все из этих мечт сбылись, но сама атмосфера этого времени мы попытались передать на минус втором этаже. Там много всяких макетов, из них тех, которые сбылись, не так много, но у меня это ощущение такое, что все впереди. Потому что некоторые из тех, которые тогда сочинялись, ну там, например, есть макет подземной атомной лодки, представьте себе, у людей вообще, они придумали подземную атомную лодку для копания тоннелей. Наконец, вот эта зона у нас, мы считаем, что когда люди прошли полтора этажа, они немножко утомились, и мы придумали вот такую зону, где люди могут отдохнуть, где сувениры, как-то зоны отдыха для детей, для взрослых. Мы попытались, чтобы эти зоны отдыха были не абстрактными, мы подбирали те, как бы, тренажёры, которыми занимались великие учёные. Следующий этаж, это у нас аллея знаний. Мы тут коснулись с такой темой, что человеческое сознание, устроенное мозг, устроенное следующим образом, находится либо в состоянии рассеянного мышления, либо в состоянии конкретного мышления, понимая, что становится нудным. И вот при переходе этого мозга из одного состояния в другое происходит великие открытия. И не только великие открытия, но в том числе и озарение художников, режиссёров и так далее. И вот мы собрали факты из жизни Эйнштейна, Менделеева, Ньютона, помните, яблоко, в котором все, Пифагор, в который в лавну залезли, которые перевели к великим открытиям. То есть мы немножко покопались в подсознании. Следующий этаж у нас посвящён современной атомной промышленности. Дело в том, что через два года у нас будет 80 лет атомной промышленности советской, российской, отечественной. И за это время это стало фабрикой технологий, вот, атомной индустрии. И если мы начинаем в большом зале рассказ о традиционных наших достижениях, главным образом энергетика, потому что нижний посвящён атом Боге, то следующий зал, если посмотрим, он посвящён новому. Это ядерная медицина, это опреснение воды, это облучение продуктов, это много-много-многое другое. Новая транспортная моблистика, я имею в виду северный морской путь, а там и ледоколы. И, наконец, третий этаж, он посвящён, он отдан детям. Там будет 29 уникальных совершенно экспонатов, которые позволят больше детям понять, как устроен мир. А в центре, если вы там гуляли, то там лаборатория, где мы хотим, чтобы привлекать поп-реализаторов науки, чтобы они занимались со школьниками, туда можно будет записаться, но индивидуальные спроси. Мы очень надеемся на большую работу с теми людьми, которые занимаются образованием в нашей стране, чтобы мы хотим... Эта лаборатория оснащена по последнему слову, и немногие научные институты оснащены такого уровня оборудования. Там очень сильные и дорогие экспонаты. Ну и, наконец, это наша любимая зона, там ресторан и смотровая площадка. Вот. Всё, что я хотел вам сказать, если какие-то вопросы есть, я готов прокомментировать. Ну, если вопросов нет, добро пожаловать в павильон Атомных на экскурсию.